Я приветствую всех любителей футбола в Рязани. Нас ждет полуфинал Кубка России среди женских команд. На своем поле Рязани ВДВ принимает ЦСКА. Самый титулованный клуб в женском футболе на данный момент Рязани ВДВ. Наверное, встречается с одним из сильнейших клубов на данный момент. Коллектив является действующим чемпионом России и лидирует с отрывом в данный момент. В первом тайме по телевизионной картинке слева в лазурной форме будут действовать футболистки Рязани ВДВ. Ну и справа в белых футболках армии. Все, свисток, поехали. Сфалило. Если обратиться к составу футбольного клуба Рязани ВДВ по сравнению с предыдущей встречей, одно изменение есть, но об этом чуть позже. На ударной позиции гол! Открывает счет ЦСКА на пятой минуте встречи. Татьяна Петрова делает счет 1-0. Быстрый гол удалось забить футбольному клубу ЦСКА. На радость болельщиков мы видим аплодисменты трибуне, которые поддерживают своих любимцев. Неожиданное начало для Рязани ВДВ. Ну а футболистки ЦСКА будут довольны. Так получается, здесь опасно. Очень широкого сыграло. И подкат от Лазаревича. Но он, Гене, сохраняет мяч. Пас. И нет игры рукой. Удар поворотом Шведой. И это было очень опасно. Пас на Краснову. Нет офсайда. Татьяна по правому флангу. Прострел. Но здесь не успевает к этому эпизоду Дзергаусова. Капитана рязанской команды. Борьба. И в итоге кому достанется мяч? Туриева на ударной позиции. Ася, можно бить. Удар. Ну, Тодо грамотно занимает позицию и забирает мяч в руки. И высокорослая защитница там уже в штрафной. Подача хорошая. Удар. Скидка. И прекрасная возможность для футболистов ЦСКА сделать счет 2-0. Передача на Краснову. Татьяна в штрафной один в один. Пас на Лазаревич. Ну, и это удар поворотом. Хорошая атака по правому флангу. Прострел. И второй мяч оказывается в сетке ворот. Дубль Татьяны Петровой. Хороший проход по флангу. И удар в касание. Кристина сохраняет мяч. Во фланг. Подача на дальнюю штангу. Здесь Тодо. Уповать. Но они будут пользоваться контратаками. Ангене. Первая добирается до мяча. Один в один против Калтаковой. Удар. И это было опасно. Но мяч пролетел. Ангене первая у мяча. Продолжает она. Но пас. Силы. Недостаточно было для того, чтобы решила пробить. Но получилось не сильно. Может даже на передачу было похоже. Синютина. Мягкая передача на Александра Лазаревича и Тодоа. И все. Ничего не добавила к первым 45 минутам. Любовь Торбеева. Что ж. Подведем итоги. После первого тайма. Оба гола в составе ЦСКА. Забила Татьяна Петрова. Итак. Все готово к возобновлению второго тайма полуфинала Кубка России среди женских команд. Неплохо вошла в игру Мария Вукович. Подача. Я все-таки ошибся. Я удар низом. И Широкова грамотно занимает позицию. Мяч забирает. Ангене один в один против Цибутович. Пас какой классный. И не поспело. Включается. Включается в прессинг футболистки ЦСКА. И он сработал. Отбор. Пас вперед. Здесь на скорости. Во фланг проход. И в руки Широковой линию Яковлева. Тяжело Цибутович в этом эпизоде. Прострел Ангене. Рядом со штангой проходит мяч. Но какой проход от Валерии Беспаликовой. Неплохо. Чужой половине было разыграно. Вукович пошла вперед. Алпатова. Пас. И не проходит он. И здесь не поспевает к эпизоду Залаткина. И Тодо добирается первой. Подача на ближнюю штангу. И в итоге мяч доходит до футболисток ЦСКА. Но Широкова. Алпатова. Пас на Вукович проходит. Мария. Включается в середину. И отправляет вперед Татьяну Краснову. Татьяна на скорости уходит. От Мясниковой решила пробить. Ох. Ксения до мяча не добралась. Ал здесь. Лазаревич. Лазарева. Момент для гола. И. Забить хотя бы один гол. А дальше посмотрим какая будет концовка. Подача мягкая. Возможность. Мяч в сетке ворот. Александра Лазарева. Нет. Это Ксения Цегутович. К сожалению нет возможности посмотреть у меня повтор. Но. Ксения Цегутович в итоге отправляет мяч в сетку ворот. Еще становится 1-2. Ну вот как говорится накаркал. Как говорят комментаторы. Пошла вперед. Без Паликова и потеря. Елизавета Лазарева бежит вперед. Делает паузу. Смещается в центр. Сама. И бьет поворотом. Все. Завершается этот матч. Со счетом 1-2. Поддерживает победу футбольный клуб ЦСКА. Я напомню, что в первом тайме дублем отметилась Татьяна Петрова. Ну и единственный гол в составе Рязани ВДВ забила капитан футбольного клуба из Рязани Ксения Цегутович. Продолжение следует.